Всем знаком этот тревожный сигнал. А вот хорошо ли мы знаем, как вести себя в чрезвычайных ситуациях и как оказать первую помощь. Эти вопросы далеки от нас, пока мы в безопасности. А если нет, не растеряться при пожаре, быстро и правильно принять решение и помочь человеку. Эти навыки получили студенты и школьники, разыграв экстренную эвакуацию. Илья Кузнецов не пожалел, что пришел. В итоге сам удивился, что многое знает и помнит из предмета ОБЖ. Поэтому сориентировался быстро. Говорит, закрепить знания никогда не бывает лишним. Ничего не растерялся. Милене помог. Она телефон свой потеряла. Мы его вытащили. Ну все искать начали. Я сначала, ну первые секунды, я такой, надо найти телефон, потом стоп, мы же горим. Ну и все, и вывел всех. Мы в Сантеатральном центре системно, ежемесячно проводим учения. Прежде всего учения по эвакуации во время пожара. Бывают различные отягчающие обстоятельства. Кто-то испугался, забился куда-то в угол. Кто-то, у кого-то возникла истерика. Кто-то упал в обморок. Ребята отработали эти навыки в интерактивной форме, а также приняли участие в викторине. Называется реакция на опасность, когда человек испытывает страх, стремится убежать, забыв обо всем. Паника. Спасибо, абсолютно верно. Далеко не все ответили правильно на вопросы. Были и трудности, тогда ребята обращались за помощью. Но в целом справились хорошо и совершенно точно. Этот экзамен по основам жизнеобеспечения они прошли успешно. Основная цель нашей программы это профилактика. Как говорит уполномоченная по правам ребенка Российской Федерации Анна Кузнецова, что не надо деток постоянно дергать, за что-то наказывать, за то, что они что-то сделали не так. Надо деткам объяснять, как делать правильно. Вот мы в нашей программе, в зависимости от возраста, от возрастной категории наших деток, которые участвуют в этой программе, мы объясняем им, как себя вести для того, чтобы они были здоровыми, счастливыми, чтобы они жили долго. Мы каждый день слышим о том, что люди гибнут на пожарах. И особенно гибнут дети. А как спастись, как пользоваться, какими методами это достигнуть, мы упускаем абсолютно точно. Вот и такие вот чередования такого показа практических навыков в виде игры. Знаете, оно остается в головах. Участники получили полезный опыт. Подобные мероприятия учат быть осторожным и внимательным в повседневной жизни. Ведь если предупрежден, значит здоров и спасен.